Бесцельная стрельба, дрифт на дорогих иномарках, гонки за первое место после машины с невестой. Именно такие ассоциации возникают у некоторых молодых людей свадебная церемония. Но это игры для старших. А вот для подростков есть другая свадебная забава и называется это откуп за невесту. В чем его смысл и можно ли просто откупиться деньгами? Попробуем узнать. Смог ли откупиться участник этой свадебной процессии так и не понял. Дети чуть было не залезли в салон автомобиля с требованием отдать им откуп. В итоге мужчина сдался и выполнил требования будущих родственников. Комментарии к данному видео излишни. Чем все закончилось, смотрите сами. В этой борьбе, как говорится, все методы хороши. Главное итог – сорвать куш. Конечно, не на всех свадьбах дети ведут себя подобным образом. Кадры с другого торжества. Дети не лезут в машину и ведут себя очень сдержанно. Да и друг жениха грамотно отходит от кортежа и отводит детей подальше от машин. Откуп за невесту в народе тростухор – это неотъемлемая часть ингушской свадьбы. Смыслов этого ритуала на данный момент несколько, но все они предполагают этичное поведение и уважительное отношение к родственникам жениха. Просто жених выплачивал компенсацию роду невесты за то, что он забирает у них рабочую силу. Потому что еще в те времена девушка была активной участницей и в домашних делах, и в полевых работах. Поэтому, забирая девушку, они как бы теряли рабочую силу. И чтобы вот это как-то им компенсировать, жених и сторона жениха одаривали родственников невесты какими-то подарками, в том числе и детей. И раскидывая вот эти деньги, сладости, они как бы показывали свою щедрость, свой эздил и свое благородство по отношению к тейпу невесты. Магомед Халухаев, отец пятерых детей, в собственном доме сыграл три свадьбы. Женил сына и выдал замуж двух дочерей. Мужчина вспоминает, как культурно вели себя на свадьбах в период своей молодости. Сколько он помнит, гостей всегда принимали с особым почетом. А поведение и воспитание некоторых современных детей никоим образом не идет в сравнении с ними в их возрасте. Так или иначе, эта традиция все еще остается актуальной в нашем народе. Вопрос в другом – насколько родители готовы рискнуть здоровьем, а иногда и жизнью своего ребенка в этой борьбе, чтобы заполучить больше откупа. Такие случаи, когда я делаю замечания, вокруг которых стоящие говорят, ну они дети, пусть они делают, а дети такие, они думают, что это правильно и дальше продолжают в других местах. В пользу случаем я хотел обратиться всем гражданам нашей республики, чтобы мы не теряли свой этикет традиций, обычаи. Прекрасных наших традиций у ингурского народа, наверное, ни у кого нет. Неэтичное поведение детей на свадьбе не всегда их вина. Большая часть ответственности лежит на родителях. Именно они с детства должны прививать подросткам уважение к ингушским адатам и традициям, своим примером показывать, как себя вести на свадьбах и других торжествах. Муслим Ганиев, Хас Магомед Майсигов, Новости 24.